Летняя осенняя охота на пернатую дичь одна из самых массовых и ожидаемых среди охотников. Ежегодное количество желающих отправиться на добычу гусей, уток только растет, что свидетельствует о стабильном интересе к охоте у населения. В отличие от весенней охоты на водоплавающих, летний осенний сезон довольно продолжительен по времени и имеет куда меньшее количество запретов и ограничений. Основной сезон для охотников в этом году открывается с утренней зари, последняя суббота августа и продлится до конца ноября. На сегодня мы можем говорить о полутора тысяч выданных разрешений, это именно только здесь, в Комитете охотничьего хозяйства. В день в среднем где-то от 300 до 400 человек обращаются за получением разрешения, через день мы не допускаем требования, установленные к ковидным мероприятиям, маски, наличия, большого скопления не допускать, все выполняем в полном объеме. Традиционно в открытии где-то порядка 50 нарушений, проанализировав прошлые периоды открытия охот, выявляются. В этом году, конечно, много ужесточились в плане наказаний, что, например, за охоту со световыми устройствами, то есть подствольными фонарями, если, ну, зачастую люди не выдерживают, рассвета, утренней зари не дожидаются, пока утка в темноте не слышат, что она там плавает, крякает. Это зачастую люди пристегивают подствольные фонари и из-под фонаря начинают уже в темное время суток стрелять. За данное нарушение предусмотрено административное ответство в виде лишения охотничьего билета и, как следствие, аннулирование лицензии на хранение ношения. То есть такая практика у нас уже с Росгвардией сложилась. Расскажите, пожалуйста, за 2020 и 2021 год в общедоступных именно охоту годик проводились какие-то профилактические мероприятия в части противодействия распространения бешенства и других серьезных заболеваний именно на территории общедоступных охотников годик и какие средства из бюджета были затрачены на эти цели. В целях мониторинга распространения птичьего гриппа у нас существует, вы знаете, институт микроб, это очень хорошо. У нас, если не ошибаюсь, в 2020 году был один случай, но это был низкопатогенный грипп, поэтому здесь как бы вопросов не было, это был единственный случай. А так и в весеннее, и в осеннее время, в период охоты, мы добываем порядка, не только мы, а наши инспектора, они помогают микробу и добывается достаточно, вот сколько микроб заказывают разрешение, мы столько выдаем, значит, все смотрится, все проверяется. Значит, слава Богу, у нас все пока хорошо. А в денежном эквиваленте, может, есть какая-то цель, которая затрачена? Я бы не мог сказать, что это в денежном эквиваленте что-то как-то, просто все инспектора, когда выезжают специалисты микробы с определенными разрешениями на отстрел, значит, все инспектора, если они едут и говорят, что нам нужен такой район, нам нужен такой район, нам нужен такой район, значит, все инспектора периодически передают эту всю эстафету, делаются пробы. За 2020 год в области было разложено почти 1 миллион 200 тысяч доз вакцины против бешенства антирабической. Эта работа была проведена полностью сотрудниками комитета и охотпользователями. Есть определенный план, он общий на субъект, утверждается по недопущению распространения таких опасных заболеваний, как бешенство, бурцелезы, ящеры. В этом году, как правило, работа будет тоже в осенний период проводиться, потому что в весенний-летний период лисы в основном находятся разобщены в плане того, что у них идет период воспроизводства, то есть они не сконцентрированы максимально в тех местах, где они могут появиться ближе к зиме, поэтому в осень они уже начинают ближе подтягиваться к населенным пунктам, к мусоркам, к таким местам концентрации. То есть эта ситуация анализируется, и в этих местах максимально, ну, помимо листа еще и собаки тоже есть, и собаки тоже едят эту антирабическую вакцину. И вот в этих местах, как близко населенных пунктов, разбрасывают именно эти вакцины. По денежным средствам здесь у нас мы в рамках общего плана действуем, поэтому дополнительные какие-то деления финансирования, я думаю, и не будет. Если взять период 2020-2021 годов, сколько будет проведено аукционов на право заключения охотных хозяйственных соглашений? Вы знаете, небольшое количество, я так думаю, что порядка шести всего это мы сделали. Почему? Я вам объясняю. Потому что мы только начали в электронной форме первые торги. Значит, и почему не проводили до этого, а стали проводить сейчас электронно, потому что электронно не видят конкуренты никого и никак, и поэтому в электронных торгах это получается, что приобретение хозяйства получается примерно ценовой политики, рыночной ценовой политики сегодня. А то собирались, они как бы между собой договаривались, решали, деньги друг другу раздадут, а государство, так сказать, бюджет теряет. Поэтому мы прекратили этот момент, и сейчас проводим электронно, и будем сейчас проводить, и будем выставлять хозяйство. Почему? Потому что у нас сейчас общедоступных примерно 45%, а должно быть 20%, поэтому будем сейчас выставлять хозяйство, значит, на конкурсы на продажу. То есть вот такое небольшое число связано только с отсутствием возможностей электронных проводить? Нет, вот наоборот мы электронно стали проводить, и сейчас все стало благоприятно. То есть совпала цена, как бы рыночная, с той, которая существует. В Санкт-Петербурге области схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий была утверждена постановлением губернатора, насколько я знаю, в сентябре прошлого года. Этот документ определяет, какое охотничье угодие на территории области является общедоступным, ну а какое закреплено? Каким образом тогда последние 10 лет проводились торги, если ранее губернатором данной сферы выиграли? Именно то, что проводилось, это проводилось не в электронной форме, и поэтому я вам сказал, что, значит, вот те игроки, которые собирались, они были почему-то одни и те же. И когда они разыгрывали, они как бы договаривались, и поэтому было все не совсем правильно и хорошо. Поэтому мы и не делали, а когда уже схема была, и когда мы начали делать, соответственно, в электронной форме все это пошло. И стало как бы к рыночной цене приблизилось. Поэтому как бы здесь это хорошо. Всем спасибо. Да, спасибо большое за участие. Спасибо большое.